Привет-привет, скажи. Привет-привет. Вот так, молодец. В общем, не пугайтесь. Такое лицо. Девочки, зашла на рынок, купила любимую свою рыбку донскую. Люди гуляют, сидят на лавочках, с колясками. Вот бабушка такое занятие дыночки принесла. Кружочки надо наклеивать в книжечку. Ну, правда, пока они не туда клеятся, куда им надо клеиться. Ну, главное, что они клеятся. Снимает. Наклеивает. Вот так. Вот. Какая красивая картина у тебя получается. Ну, молодец. Это шедевр, Денечка. Скажи, всем привет! Привет! Доброе утро! Мы отправляемся в садик. Куда едем? Скажи, я еду в садик. Скажи, в садик еду. Привет-привет, скажи. Привет-привет. Вот так. Молодец. Все, поехали в садик. Поехали! Все, едем в садик. Солнышко вылезло. Так хорошо, когда солнышко светит. Здорово просто. А тут за углом ветерочек. Будем прятаться бегом. Вот она моя красочка. Десятку. Беру красочку. Надо покраситься уже пора. Всем доброе утро еще раз. Денечку я отвела в садик. И сейчас я решила заняться с собой. Сейчас я хочу поскрабировать лицо. И покрасить голову. Зашла в магазин, взяла красочку. Хочу вам показать, чтобы вы видели. Вот так вот не сильно бросается в глаза. Вот почему я блондинку крашусь. Не сильно бросается в глаза то, что у меня корни отросли. А если посмотреть поближе. Вот смотрите, да? Вам видно? То уже вот седина видна. На солнышке она особенно будет блестеть. Вот тут видно уже. Поэтому корни мне пора уже покрасить. Вот этим я сейчас хочу и заняться. Доча мне порекомендовала вот такой вот скрабик. Я его один раз уже попробовала. И мне понравилось. Сначала я не поняла. Видите, какой он. Черный. И он такое впечатление, как будто это, знаете, кофе перемолотая. Ну и с чем-то. Хотя после скраба такое мягкое-мягкое лицо получается. В общем, я сейчас закалываю волосы. Собираю. Убираю. Лицо смочу. В общем, я сейчас нанесу над умывальником, чтобы оно не сыпалось на пол. И вернусь к вам. В общем, не пугайтесь такое лицо. Вы знаете, когда я это наношу, такое ощущение, как будто я просто взяла молотый кофе, я не знаю, как с чем-то. И вот наношу. Ну, грубоватый помол, как будто наждачкой по лицу ведешь. Я не знаю, какое-то импортное средство, может быть оно и стоит дорого. Но я вам хочу сказать, я уже пользовалась недорогим средством. Это скраб, чистая линия. И скрабировала лицо долгое время. Мне очень нравится. И оно скрабирует. Такой тоже какой-то грубоватый помол. Но там, по-моему, какие-то орешки, косточки каких-то орехов перемолотые. Но результат все равно очень хороший и очень такое гладкое, чистое лицо потом в результате получается. И даже один раз я пошла с подругами в баню, взяла этот скраб и наскрабировала все тело. Тело мое просто кайфовало. Не передать словами. Поэтому можно вот даже вполне использовать чистую линию скраба. Такие же ощущения, как сейчас. Это, конечно, не микродерма, которая у Mary Kay раньше пользовалась. Но и тем не менее, вот сейчас я пробую это. И мое лицо меня попросило, чтобы я его поскрабировала. Сейчас я его дальше зачищу и умоюсь. Видите, немножечко покраснение, потому что я, наверное, слишком сильно все-таки терла. Но так как этот скраб грубый, его нужно просто очень аккуратненько. В общем, чтобы не повредить кожу и не поцарапать ее. А вообще, очень-очень мягкая и нежная стала кожа. И сейчас я нанесу вот такой вот крем премиум пробничек. Эта дочечка мне тоже отдала. Сказала, пользуюсь она здоровью. Сейчас я его нанесу на лицо. Крем очень нежный, лицу приятно. Вот такой вот крем. Тоже пробничек. Это под глаза. Все, мое лицо кайфует и отдыхает сейчас. Вот за лицом мы закончили. Вот еще я зашла в магазин и как раз купила красочку свою. И сейчас я покрашу волосы. Снимать я не буду, потому что я это уже снимала. Зачем повторяться, да? Потом вернусь к вам. Посмотрим, как корни прокрасились у меня. Ну что, мои хорошие, я привела себя в порядок. Голову покрасила. Можете посмотреть, корни теперь подкрашены. Все, на солнышке ничего теперь не будет блестеть. Красота. Вот, и сейчас собираюсь идти ехать по делам. Беру вас с собой. Еще хочу вам сказать. Дочечка моя уехала вчера в Москву по делам. И до конца недели ее не будет. Мы с Денечкой вдвоем остались. Ну, сейчас он в садике, а я занимаюсь своими делами. Моя любимая рыбка. Сейчас я ее себе возьму. Девочки, вот это наша площадь Карла Маркса. Я тут рядом была по делам. Ну, и думаю, сниму вам заодно. На рынок зашла, на Хичеванский рынок у нас тут находится. Ну, вообще, вот это вот у нас площадь Карла Маркса. Вот такая вот. Люди гуляют, сидят на лавочках, с колясками. Ну, солнышко светит, хотя я вам хочу сказать прохладно. Всего плюс 2 градуса. Ну, ветер не сильный. Так, слабенький ветерочек. В общем, погулять одно удовольствие, посидеть на солнышке. Ну, а мне нужно возвращаться домой. Девочки, зашла на рынок, купила любимую свою рыбку донскую. Я очень люблю вот эту рыбу. Вообще, люблю карп, карась, гибрид. Сладкое мясо, вкусное. И вообще, недорого она у нас стоит, рыба эта на рынке. Там 60 рублей килограмм. Но вот эти 3 штучки у меня на 100 рублей вытянули. Вообще дешево. В общем, хочу ее пожарить. Очень люблю рыбу. Хоть я жареную сейчас не ем, но это исключение сделать можно. Рыбка нереально вкусная. И когда свежая, она сейчас свеженькая еще. Вообще свеженькая еще. Ну вот, моя рыбка жарится. Еще на одну сковородочку будет. В общем, пожарю, покажу. Буду пробовать. Вот такая вкуснятина у меня получилась, ребята. Пожарила я рыбу. Очень хочу есть. Вот. Так что у меня еще рыбы там осталось много. Сяду я кушать. Хоть я и на диете, но эта рыба исключение. Моя любимая. Я ее поем и не поправлюсь. Девочки, я поела рыбку. Насладилась, получила удовольствие. Все сегодня у меня происходит очень быстро. Я вся с утра в бегах, в попыхах. И в общем, уже день прошел. Скоро мне уже идти в садик, забирать дырничку. Вот поэтому я сейчас немножечко остановилась, чтобы немножко просто с вами поболтать. Я вам хочу сказать, рыбу я донскую очень люблю. Особенно вот эти вот, вот такие вот рыбешки, они прямо вкусные. У них такое сладенькое мясо. И вы знаете, когда я была молодая и была замужем, муж мой был рыбаком. И он очень часто ходил на дом, пешком, недалеко от дома спустился, рыбки наловил, приносил домой. Вот в основном такую рыбу он приносил. И рыбы мы тогда ели вдоволь. Но я ее люблю с тех пор. И правда на рынок я езжу очень редко. Но сегодня получилось так, что я по делам поехала туда, на Хичеванский, к Нахичеванскому рынку рядом была. И в общем заскочила на рынок. Ну я там не снимала, правда ничего, потому что многим людям не нравится, когда их снимают. Поэтому, ну мне продавец разрешил просто немножечко снять кусочек рыбки моей любимой. Вот и все. Кто-то может мне сейчас сказать, что я же на диете, там на раздельном питании, все такое жареное не ем. Да, ребята, я придерживаюсь диеты. Но так как я сейчас не снижаю вес, а просто вес удерживаю на одном месте. То есть он у меня в районе 69-70 кг. Моя задача сейчас этот вес удержать, чтобы он у меня не пошел вверх. Ну и в то же время у меня сейчас нет цели худеть. Нужно, чтобы организм подготовился, скажем так, к следующему шагу. Но я сейчас также ем то же самое, что я ела. Также мясо с овощами. На завтрак овсянка неизменно у меня идет. После 6 тоже я уже не ем. Это я уже привыкла не есть. Хотя сегодня у меня получилось так, что я утром позавтракала овсянкой в 10 часов и помчалась. И пока вот я пришла и пожарила рыбу. У меня там есть борщ, но я захотела именно рыбы. В общем, пока я ее пожарила, я поела уже в 5 часов. То есть у меня получается это был уже и обед, и ужин одновременно. Ну, вечером я, может быть, что-нибудь перекушу легкое и все. Так что не переживайте за мой вес. У меня все под контролем. Вот так. Дочечка сейчас моя в отъезде. Она поехала в Москву по своим делам. Мы с Денечкой вдвоем. До конца недели будем мы с ним вдвоем. Поэтому днем сейчас я в садик его отвожу. Делаю свои дела. И вечером забираю, мы вместе вечером играем. Вчера, например, мы взяли наклейки. Я в шутку взяла желтый кружочек, наклеила себе на нос и ему на нос. Так он мне заставил этот кружочек носить целый час. Он мне уже надоел. Я его снимаю. А он все равно берет мне его и наклеивает на нос. В общем, целый час ходила я с этим кружочком. Но пока он не пошел купаться, там уже кружочек размок. И, в общем-то, он успокоился на нос. Девочки, я приехала на автомойку. Самообслуживание. Сегодня у нас тепло, жарко, даже солнышко светит. И я решила за всю зиму ее хоть раз помыть, мою малышку. Вот, девочки, моя малышечка. Я ее помыла. Сейчас она красавица. Ну и все. Едем домой. Подышали свежим воздухом, погуляли с машинкой. И теперь домой. Как же я люблю, когда моя машинка чистенькая. Вот она такая красивая, прям голубенькая. Когда она грязная, у нее непонятный цвет вообще. Ну, помыла, в общем, на мойке. Красота теперь. Всем привет! Ну, наступил следующий день. Вчера была у нас прекрасная погода. Было тепло, прямо жарко. Солнце светило. Я вчера пошла, поехала, помыла свою машину. Я посмотрела на прогноз погоды и поняла, что вчера день теплый у нас последний получается, скорее всего, в этом месяце. И, по крайней мере, на неделю, как минимум, сейчас у нас будет плюс, два, минус. Вот первые ближайшие два дня минусовая температура, и днем, и ночью. И будет пасмурно, и будут осадки. Будет дождь со снегом. То снег, то дождь. В общем, такая погода. Сейчас на улице пасмурно, выходить совсем не хочется. Очень неуютно, сильный ветер дует, противный такой. Так что я сижу дома, занимаюсь домашними делами. Ну, монтирую там ролики. Книжечку надо мне еще почитать. Дочечка мне там подкинула книжечку, которую она уже прочла. Ну, и мне порекомендовала ее тоже почитать. В общем, читаю тоже. Ну, а вчера Данечка был в садике днем. А я днем была дома, и выглядываю в окно, смотрю, такая погода. Думаю, надо выйти погулять. А куда погулять? Выгулять надо свою машинку. Тем более, что я не мыла ее вообще с осени, наверное, всю зиму. Она у меня не мытая стояла. А скоро мне техобслуживание делать. В общем-то, я решила, что машинку помыть надо, чтобы она уже была у меня чистенькая. А потом я вам хочу сказать, я не могу гулять просто так по улице ходить и тупо, бессмысленно просто ходить. Просто подышать свежим воздухом можно использовать для дела. Вот как раз, когда машинку помоешь, потрешь там ее тряпочкой, на солнышке постоишь, погреешься. В общем, вот эта прогулочка такая у меня великолепная получилась. А вообще еще хочу вам сказать, девочки. Вот сейчас читаю комментарии по поводу прошлого моего блога. Некоторые пишут, что переживают, наверное, за меня, что я тут убираю, стираю, ребенком занимаюсь. А дочка ничего не делает, она там бегает, развлекается и все. Но это вам так кажется, это видимость такая, потому что на самом деле дочка у меня, она не такая прям вот, это она с виду веселушка, хохотушка. На самом деле она очень серьезный человек и я уже сама к ней обращаюсь давно за советом, даже вот за помощью и так далее. То есть скорее даже я себя чувствую более беспомощным человеком, чем она. Поэтому я и помогаю по дому, чем могу, тем помогаю, а она помогает мне. Она работает за двоих сейчас, я не работаю уже больше года. По состоянию здоровья я, в общем-то, уволилась и сижу дома. Но пенсия моя еще не наступила. У меня в этом году уже в конце года осенью будет пенсия. Хотя пенсионный возраст 55 лет мне исполнится уже через месяц, в марте. Но пенсию я так как отодвинули только в сентябре, вроде бы, если ничего не поменяется, тогда только я начну ее получать. Ну и пенсию на нее там сильно-то не проживешь. В общем, поэтому мы с дочкой так договорились, что я ей помогаю по дому, с ребенком где-то посидеть. А она просто больше работает и работает за двоих. В общем, зарабатывает за двоих. Вот и все. Ничего здесь сложного нет. При том, что каждый из нас занимается любимым занятием. Мне нравится убирать, порядок наводить. В общем, просто отдыхать, тупо валяться на диване, смотреть телевизор, либо книжку читать. Но это скучно, девочки. Так можно просто вот умереть и все на этом закончилось. Поэтому мне хочется быть нужной, полезной. И я дочке помогаю, с удовольствием делаю какие-то домашние, рутинные дела. А она занимается любимым своим занятием. Ей нравится работать, ей нравится зарабатывать, ей нравится блогерством заниматься. Там другие интересы она находит. У нее много энергии. Я такая же была в молодости. Тоже не знала, куда энергию девать. И в общем, я и там, и там, и там была. В общем, ну, везде была. Сейчас у меня уже энергии не столько много. Но, по крайней мере, моих сил хватает находиться дома и делать что-то по-дому. Для меня это совершенно не тяжело. Я это делаю с удовольствием. Так что за дочечку мою не переживайте. Она не беспомощная, она не беззащитная. С ней все в порядке, все нормально. В общем, мои хорошие, я хочу на этом влог вот этот закончить. Для того, чтобы потом начать уже следующий. Я не хочу, чтобы мои влоги были слишком длинными и нудными. Лучше я буду снимать по чуть-чуть, но чтобы было что-то там такое интересненькое, разнообразненькое. Но так как я сейчас планирую в ближайшие, наверное, дни быть дома, вряд ли куда-то буду выскакивать. Поэтому уже влог, чтобы не затягивать, я его закрываю. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok